Хармс головного мозга, 80-летнего директора школы, уволившего бестолковую учительницу, предлагают вешать на столбах. До увольнения Серафима Сапрыкина трудилась педагогом-организатором и библиотекарем. Устроилась в гимназию в начале этого учебного года. Но уже в декабре решила уйти, опасаясь, что ее уволят. Педагог уверен, ситуация требует огласки, иначе Новый 37-й на шаг ближе к нам и нашим детям. Позицию женщины многие поддержали, но нашлись несогласные. Мы озвучим мнение тех и других, а вы, дорогие читатели, решайте, кто из них ближе к истине. Директора на пенсию. О директоре гимназии Светлане Лебедевой Сапрыкина говорит. За 80 лет директорствует уже 30 лет и уходить совершенно не намеренно. Общались, мол, с Серафимой, испугающей искаженным гневом лицом. А директор не дочка какого-нибудь НКВДшника, а то столько лет прошло, уточняют в соцсети. Директор пишет библиотекарь, заявила, Хармс и Веденский были заслуженно схвачены НКВД и умучены за свои преступления, и их стихи можно обсуждать только на богемных кухнях. Директора на пенсию, учителя восстановить и назначить директором, выносят вердикт пользователя интернета. Серафима напомнила, оба поэта в 60-х были реабилитированы. На это заведующий музеем полковник, 80 лет, сказал, что в те годы реабилитировали всех подряд. Урок, который спровоцировал скандал, педагог обговаривала с завучем. Но когда разбирали ЧП, та глаза в стол, и молчанка. «Я желаю, чтобы сталинисты вели свои речи на своих кухнях и шепотом. Я желаю чудесным детям других директоров», — заключает Серафима. Враги народа. Директор гимназии объяснила, уволили библиотекаря за нарушение учебного плана. К слову, Серафима за последнее время сменила три школы, задерживалась на полтора года, четыре месяца, теперь вот на пять. И вообще признавалась, мечтала работать в НКО-мемориал обществе, где вранжертв репрессий возводят в числе прочих террористов, предателей и бандитов, а Россию представляют страной непрерывной льющейся крови. Светлана Андреевна заверила, что не против Хармса и Веденского, их стихи есть в программе начальных классов. Но ведь Даниил Иванович был осужден за пораженческие настроения, Александр Иванович — за контрреволюционную агитацию. Хармс, например, во время Советско-финляндской войны с помощью симуляции выправил себе белый билет. Говорил, советскую форму никогда не наденет и в советских войсках служить не будет. А в тех, кто даст ему пулемет, будет стрелять из него же. Ну и кульминация от Хармса, для меня приятнее находиться у немцев в концлагерях, чем жить при советской власти. Правда, все эти фразы были записаны со слов доносчика и, возможно, неверно истолкованы. Поэта ведь может обидеть каждый. Вот, например, публицист Дмитрий Быков тоже уверен, его неправильно поняли, когда он заявил, что Гитлер добился бы популярности в России, не займись он истреблением евреев. И телеканал «Дождь», запустивший опрос-провокацию о возможной сдаче Ленинграда фашистам, тоже сделал вид, что в развязанной им дискуссии нет второго дна. Что еще странно. В пылу разборок никто не услышал комментариев ни учеников Серафимы Олеговны, ни их родителей. То ли они не в курсе, то ли чего-то опасаются. Все дело в проблемах с законом. Серафима Сапрыкина, похоже, сама не рада, что разворошила историю с собственным увольнением, потому что в интернете всплыла неожиданная информация. Якобы она скрывает прошлую судимость, с которой на работу в школу путь закрыт. Причем статья серьезная, о причинении умышленного вреда здоровью. Якобы педагог, кстати, и наличие профильного образования под вопросом, даже поменяла имя, отчество и фамилию, дабы ничто не портило биографию. Теперь экс-библиотекарь выкладывает справки, где указано, что она, это она. Хотя это мало что подтверждает. Вылип ушат помоев на бывших руководителей и пожила в директрисе смерти. Я хочу, чтобы эта старуха, прости господи, выпала из окна, процитировала она Хармса. Сапрыкина внезапно призвала не гнобить пожилую женщину. При этом, говорит, ее пытались купить, если признается, что все наврала. Кто, не уточнила. Сапрыкина снова в поиске, и у ее будущих работодателей есть время задуматься, как рабочий конфликт и несоблюдение сотрудникам внутреннего распорядка способны превратить их во вселенское зло. Динамы Продолжение следует... Продолжение следует...